Французская народная сказка «Неугомонный петушок». Давным-давно на краю одной бедной деревушки стояла ферма, такая же бедная, как и деревушка. И жил на этой ферме эдакий тощий, но удивительно гордый петушок. Тощий он был, потому что не всякий день приходилось ему зоб набивать, ну а гордый – это уж от характера. Редко, очень редко удавалось ему проскочить в хозяйский сад и полакомиться там гусеницами, червями, улитками или просто зеленой травкой. Но едва замечала его в саду хозяйка, как гнала прочь. И возвращался тогда петушок снова во двор, обиженный, но не смирившийся. Однако и во дворе у него была отрада – большая навозная куча, в которой отыскивал он для себя пропитание. Ну что же вы хотите? Кормиться-то ему приходилось самому. Вот и топтался он целыми днями на этой куче. Разгребал, раскапывал, отыскивая чего бы поклевать. Как-то раз копался петушок в куче и нашел вдруг под прелыми листьями туго набитый кошелек. Смекнул он в раз, что кошелек этот – целое богатство. И, позабыв обо всем на свете, даже о голоде, тут же кинулся пересчитывать золотые экю. Оказалось, в кошельке ровно сто монет. Не помня себя от радости, выгнул он горделиво грудь, загорланил на всю деревню и побежал со всех ног оповестить деревенских петухов и кур о привалившем ему счастье. А в эту самую минуту проезжал по дороге король со свитою. Услыхал он звонко заливистое пение петушка и спросил, что там приключилось. Рассказали ему слуги об удачливом петушке и о ста золотых экю. Призадумался король, как бы их выудить, ведь был он в долгах, как в шелках. Поразмыслив, подозвал он к себе петушка, да и говорит. Послушай, приятель, одолжи мне свои сто экю. Верну их тебе ровно через три месяца. С радостью, ваше величество, расшаркался петушок. Только проценты заплатите? Ну какой может быть разговор? Получишь в назначенное время и деньги, и проценты. Даю тебе свое королевское слово, уверил петушка король и, забрав сто золотых экю, покатил дальше в свой королевский замок. Ну а петушок вернулся во двор к своей навозной куче. Прошло три месяца. Копается петушок по-прежнему в унылой куче, оглашает всю округу своим кукареку и все ждет, не дождется короля-должника. А от короля, как нарочно, ни слуху, ни духу. Должно быть, не до меня ему сейчас, размышляет петушок. Дел-то у него хватает. Погажу немножко, мне пока не к спеху. Но когда минуло четыре месяца, а король все не подавал о себе вестей, забеспокоился петушок. Взял лист бумаги, выдернул самое хорошее перо из хвоста, зачинил его и написал королю письмо. Кукареку, кукареку, верни король долг петуху. Пробежали дни, промелькнули недели, а ответа от короля все нет и нет. Написал петушок еще одно письмо. И еще, да только напрасно он старался. Молчит король. Молчат и его придворные. И вот однажды утром взлетел наш неугомонный петушок на забор и, важно, заявил во всеуслышание. Отправляюсь я к королю за своими кровными денежками. Должен король вернуть их мне, да еще с процентами. На то дал он мне свое королевское слово. Вычистил петушок перышки, прополоскал в луже клюв, соскреб грязь со шпор, мешок за спину закинул и двинулся прямиком к королевскому замку. Повстречал его по дороге волк и спрашивает. Куда это ты, кум, идешь ни свет ни заря? Известно куда. Иду я к королю за своими сто экю. Может, ты меня прихватишь? Дорога-то у тебя длинная, а я составлю тебе компанию. Что ж, я не прочь. Вдвоем веселей. Садись ко мне в мешок. Влез волк в мешок и двинулся петушок дальше. Вдруг попадается ему навстречу лисица. Здравствуй, петушок. Куда это ты с позаранку отправился? Здравствуй, кумушка-лиса. Иду я к королю за своими сто экю. Ой, как интересно, заскулила лиса. Счастливый ты, петушок, самого короля увидишь. А вот мне, видать, его не доводилось. Взял бы и меня с собой, дружочек, хоть полюбуюсь на его королевское величество. Если хочешь, полезай в мешок. Только учти, в мешке-то уже волк сидит. Как бы ни подрались вы ненароком. Да что ты, дружочек, мы же с волком старые друзья-приятели. Делить нам нечего. Пошел петушок дальше. Идет себе, песни распевает, да покряхтывает. Как-никак, волк и лиса, ноша нелегкая. Вдруг слышит. Каррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр По пернатому царству. И говорит Петушок, да вот иду я к королю За своими сто экю. Кар-р-р-р-р-р-р-р-алю, прокаркал ворон, Возьми и меня с собой. Может, я тебе там пригожусь. Коли не боишься волка и лесу, Полезай ко мне в мешок. Бояться мне их нечего, Вместе в лесу-то живем. одну и ту же еду едим. Нырнул ворон в мешок и раздался оттуда веселый смех. Одному петушку было не до смеха. Шел он с тяжелым мешком на спине и все думал, гадал, отдаст ему король денежки или не отдаст, отдаст или не отдаст. Подошел петушок к королевскому замку и видит, распахнутый ворота настежь, а у ворот стража стоит. Выпятил петушок грудь, задрал вверх голову и прошагал важно мимо стражников. Ну, а тем невдомек расспросить его, зачем, да почему идет он к королю. Больно уж гордо он прошествовал и не подступишься. Так подошел петушок до самых королевских покоев. Дошел, да как загорланит во всю петушиную глотку. Кукареку, кукареку, верни король долг петуху. Услыхал король петушиный крик, рассердился и отдал скорее приказ. Эй, слуги, схватите негодяя и швырните его в курятник. Пусть он отъестся на королевских кормах, а потом зажарьте его и к моему столу подайте. Вот вам и королевское честное слово. Ни денег, ни процентов, да и сама жизнь бедного петушка на волоске повисла. Не успел петушок оглянуться, как набросились на него королевские слуги, схватили и вместе с мешком в курятник бросили. Однако не падал духом петушок. Вскочил на ноги, отряхнулся и спустил боевой клич и принялся новых знакомцев разглядывать. Да что там разглядывать? Были в курятнике одни важные королевские петухи да куры. Не с кем и поговорить по душам. Посмотрели они с презрением на тощего петушка, посовещались между собой о чем-то. Знать не ко двору пришелся им наш петушок. И давай его клевать куда придется. Света белого бедняга не взвидел. Терпел он, терпел. А когда пришел конец его терпению, громко позвал. Лиса, кумушка, кума, вылезай-ка из мешка. Выскочила из мешка лиса, зубы у нее клацают, глаза голодным блеском светятся. Увидели петухи и страшную лису и вмиг разбежались кто куда. Поутру открыли слуги курятник и ахнули. В курятнике никого, кроме тощего петушка. Побежали они во дворец, рассказали королю про новость диковинную, а тот в ответ. Ах, негодник петух, брось его тут же в мою овчарню. Поспешили слуги королевский приказ выполнить. Схватили петушка и швырнули в овчарню. Увидали овцы петушка, рассердились, копытами застучали, совсем затолкали беднягу. Решил петушок, что пришел его смертный час и с отчаяния крикнул. Кукурику, кукурику, помоги серый другу петуху. Выскочил из мешка волк, встряхнулся и принялся за дело. Вмиг всех овец распугал. Со страху вышибли они лбами ворота и разбежались кто куда. Рано утром король сам поспешил в овчарню. Видит, ворота настиж распахнуты, а в овчарне ни единой овцы. От злости плюнул король на землю, а петушок снова ему кричит. Кукурику, кукурику, верни долг петуху. В конец рассверепел король и приказал. Эй, слуги, ощеплите петуха до единого перышка. Тут уж не до шуток петушка устала. Взлетел он на самую высокую перекладину и закричал. Кукурику, кукурику, помоги ворон петуху. Не заставил ворон себя долго ждать. Вылетел из мешка, взмахнул крыльями и опустился на королевскую макушку. Того и гляди, клюнет короля прямо в темечко. Испугался король и давай просить. Не трогай меня, мошенник! Ах, это я мошенник! Карррр! раствердился ворон. Отдавай петуху стол золотых экю! И тюк короля в макушку. Ой, 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 завопил король. Отдам, все отдам! И велел своему казначею тут же отсчитать петушку сто золотых экю. Получил петушок сто экю и от радости даже про проценты забыл. Ведь и так бывает. Пропел петушок свое кукурику, зажал в клюве кошелек с монетами и прошел через ворота замка впереди своих друзей-помощников. Когда же оказались все они на дороге, ворон вдруг и говорит. Карррр! Послушай, приятель, не мешало бы тебе и нас вознаградить. А потому дай мне за верную мою службу десять экю. Однако не услыхал его почему-то петушок. Шел себе вперед, а на ворона даже не обернулся. Посмотрел ворон на петушка еще раз, усмехнулся про себя и прочь улетел. Вы, конечно, недовольны. Ведь обидел петушок ворона. И лисицу, и волка обидел. Эх, да что там говорить? Вы совершенно правы. Но скажите по совести, разве справедливость такая уж частая наша гостья? И вот что еще интересно, а как бы вы сами поступили на его месте? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова